Всем доброе утро. Ваня, давай маме руку. Мы шагаем на остановку, на автобус. Маша у нас сегодня одна в школу идет, потому что у нас Егор к третьему уроку надо. Маша уже в новых ботинках. Что-то камеру вообще плохо видно. Во, давай. О, автобусы уже школьные проезжают. А мы с Мариной и с Ваней в садик идем. Господи, Ваня устал, говорит уже. Тайсон, доброе утро. У Тайсона только глаза видно. Ладно, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Мы идем в садик и в школу. Дорогие друзья, у нас время вечера. Короче говоря, приготовила я тазик оливье. Ваня с Мариной мне помогали чистить яички с картошкой, ну а я все остальное нарезала. Вчера с вечера просто все варила, я сегодня вот нарезала. Все. Всем тукушать. Всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у нас время уже ночь. 11 часов. Я, короче, что делаю. Помните, я покупала свинину. Вот я ее нарезаю. Тут вот эту целую кость завтра в супе сварить. И вот режу вот на такие кусочки. Потом где-нибудь что-нибудь оно у нас приготовится или на гуляш или что-нибудь еще. Сейчас свинину разрежу. И у меня еще в холодильнике лежит курица. Тоже я ее разморозила для того, чтобы нарезать. А эту уберу косточку. На завтра будем все упарить. А это как на гуляш. Что-нибудь потом приготовим. Короче, режем дальше. Так, ну что, свинину нарезала. Получилось пакетик гуляша и косточка. Сейчас будем резать с вами вот эту вот курицу. Разрежу на кусочки и тоже разберу по пакетикам. Так, что у меня получилось. Свинина. Тут рагу. Тут косточка. Тут куриные ребра. Здесь филе куриное. Здесь ножки и крылышки. Вот на два пакетика. Это все на супики будет. Это на гуляш. Это тоже на суп. Все, убираем в холодильник. Всем добрый день. Еду в Амфоце. У нас время день уже. Не надо мне в Амфоце. Короче говоря, зачем? Не буду гореть. Ну, скажу, что надо. И вот еду туда. Посмотрим, что получится. Ладно. Поехала я. Ребята, у нас вечер. Я собираю документы, чтобы мне завтра в администрацию идти. Мне тут как-то задали вопрос. Сколько нашей Масе лет? Я решила достать ее на ветеринарную книжку. Ну, паспорт, короче. Не только ветеринарную, так как она у нас зарегистрирована. Все у нее есть. Она у нас родилась в день рождения, когда день рождения у Маши. Только 2009 года она у нас. Поэтому вопрос, какого числа родилась Мася? Жду от вас ответ. Победитель получит приз. Сейчас сижу, собираю документы и всякие эти... Есть тут вот такие вот у нас когда-то Света и Егор участвовали в конкурсах разных. И вот смотрю. Фотографии тут есть. Смотрите, кто там. Классно. Смотрите, какая красавица. А это кто? Напишите, кто это все было на фотографиях. Она не в янзуре. Так, это старая справка. Она уже не нужна. Ее можно порвать. Это прививка у нее. Маш, потише. Ждем ответ, когда кто скажет, какого числа у нас Мася родилась. А здесь фотографии чьи-то. Я не помню чьи. Напишите, чья это фотография. Сейчас я вам конкурсов надаю. А это у меня свидетельство о крещении. Когда мы Ильюшу крестили, вот такие вот свидетельства покупали. У Ильюши есть крестные и крестные. Сергей Ильич и Любовь Ильична. Ильина. Макарова когда-то у нас тут были. Вот они у меня у Ильюши крестные. А это, наверное, это. Это мое старое. А это, наверное, Ильюшину папу. Нет, это моя старая. Мои старые документы еще и лежат тоже. Сижу, что-то документы готовлю. И так, ностальгия у нас тут небольшая. Да, Маш? О, нет. Карточки всякие разные эти. На скидке. Их только нету, господи. Что только нету у нас? Можно все что угодно найти. Кукуруза даже не распечатанная карта. Нормально? Не надо, Маш, нельзя. А это фотография 2017 год. Это кто у нас? Вета. Ваня вообще-то. А, я подумала здесь. Смотрите, какой маленький такой, шладкий мальчик. Видите? А здесь вот на второй фотографии он палец в рот взял. Вот сижу, документы собираюсь, чтобы завтра мне отвезти. Остатки документы. Так, это за квартал. Это то, что фотошки. Вот так вот. Ой, ребятки, документов целая куча. Вот сидишь, перебираешь, перебираешь. Что-то вот то одно, то второе, то пятое, то десятое. Вот так вот весь день. Что там нашла? Ладно, буду документы собирать. Сегодня так и не рассказала, куда и что я ездила, ребят. Сегодня весь день в городе. Как вот пол второго я уехала. Да, в тринадцать-тридцать, как я уехала и домой приехала только в семь часов вечера. Устала, как собака. Где не ты? Подожди. Так, это не то. У меня, по-моему, где-то был лицевой. Мне просто неохота завтра на почту так идти. Я пытаюсь найти. У меня была бумажка с лицевым счетом для... Как его сказать? Скажите, я вам скажу. Для, это, сберкнижки. Чтоб мне не идти до Сбербанка, так неохота туда идти. Все вот так никаких нет. Пытаюсь вот найти хоть какие-то это. Нет, значит, пойду завтра лицевой счет Сбербанка получать. Маша, а там телефоны все старые. Не надо, не трогайте вы их. А это у меня снимки мои. Плечо. Вот, смотрите. Если получится, покажу сейчас. Чем-то бы таким. Видите, вот эта вот полосочка? Это у меня какой-то металл. Стоит в моем плече. И у меня плечо отнимается постоянно. Это у меня еще с 2009 года. Как на подобии иголки. И вот на всех снимках. Вот первый снимок, да? Вот видите, вот она эта полоска. Вот она, вот она, вот она, вот она. Сейчас уберу это. Второй снимок. Вот она, эта полоска. Вот она. Я не вижу просто, ребят, где показать. И третий снимок. Вот она, эта полоска. Видите? Подходила я к хирургам насчет этого. Но мне никто ничего не хочет делать. А плечо валит. Я знаю, Машенька. Подожди, Машина. Ты меня сейчас... А, вот еще один снимок. Тоже такая же. Фигня. Тоже есть полоска. Да вот она. Иголка стоит у меня. Она уже давно стоит. Если бы плечо не болело, я бы, наверное, ничего. У меня рука начала отниматься. Вот это вот страшно становится. Но наши врачи ничего не хотят делать. Вот такие вот дела. Маш, подожди. Маш, не трогай газеты, пожалуйста. Это газеты все старые. Я их храню, потому что тут у нас публикация дедушки, свекра моего. Это вот мой свекр, который уже умер. Газета, знаете, какого года? 2010 года. Я ее храню, потому что там фотография дедушки. Ну, моего свекра. Классный у меня был свекр. Вообще замечательный. Вообще хороший был свекр. Жалко, что нету его с нами. Тут всякие сертификаты. Ваня, тихо. Документов целый ящик. Куда я лицевой счет положила? Не помню. Так, Сбербанк. Подожди, Маш. А покажи мне тут написано это. Маш, мне пока некогда. Мне надо разобраться с документами, а потом уже с тобой. Ладно, дорогие друзья, буду собирать документы и искать. Что ты там, сертификаты нашла? Мне надо все грамоты. Это грамоты от Трантина Мария. На третье место. В общем, кредит девочек. Вот она эти документы нашла. Ура! Я нашла документы. Ну-ка, позови папу. Те, не те документы сейчас у него спрошу. Мне надо было кредитный договор. То, что у нас брался кредит. И в 2018 году еще 2 года платили. Господи, на 5 лет мы когда-то брали. И вот плоти. Где папа? Спроси у него этот и этот договор. То есть, долбал. Сейчас буду 3 часа шагать. Какая-то разница, сколько мы брали. Платить еще и платить нам по этому. Мы когда-то брали на пристройки, да, делали еще. На 5 лет брали. 5 лет платить нам. 5 лет это 1 миллион. Нет. Ладно, мои хорошие. Вот кот у меня был вечер. Короче говоря, буду дальше. Ваня, не лезь в документы. Документы тебе трогать нельзя. Я просто все в один файл, потому что ложила. Ваня, успокойся. Тут батарейки, наверное, меняет. Да, на. Дорогие друзья, я пока монтирую. Дети мне притащили сок, и я сейчас делю на всех. Тут 2-х литровую сегодня купила сок. Мультифрут. Да, мультифруктовый. Вот такой вот сок. И сейчас наливаю всем одинаково, чтобы было поровну. Одну коробочку купила. Его разобирай сразу, чтобы ты тут не стоял, не ждал. И вот разливаю теперь деткам. Маша, тем, кому налила, раздавай, пожалуйста, чтобы оно не мешалось. Потому что мне неудобно наливать. Ваня, Марина. Привет, Катя. Катя, Катя. Вот так вот. Напишите, что вы делаете, а мы сок пьем. Сегодня детям эти, чокопай покупала. И второе, как называется, принеси коробочку показать. На мульти. Да? А выкинули ее уже. Ну, все тогда. Себе и все. Ну. Лишнюю кружку принесли. Опять на Илью посчитали. У нас привычку мы всегда считаем на Илью. Ну, давай папе отнеси. Вот это вот папе. Унеси это папе. Поставь ему на стол, он потом попьет. Он спать лег ему утром. Жарана на работу. Он сейчас у меня на работу уезжает очень рано. Если бы раньше был автобус, он бы еще раньше уезжал. А так он уезжает в 6.30. Потому что это у нас первый автобус идет. Он на нем уезжает на работу и приходит уже ближе к вечеру. Не очень вкусный. Не очень эта фирма мне понравилась. Он такой, как водичка. Нормальный шок. Катя, это не нормальный. Такой, как водичка. Ну, ладно. Все, ребята. Вот такой вот день, вот такой вот вечер. Ничего путем не снимала. Потому что весь день в администрации пробыла. То в МФЦ, то в администрации. То потом в лагерь ездила. Короче, все вот так вот получается. Потом садик, школа. Сейчас у меня еще двое детей дома, так как они дистанционно учатся. Я сегодня даже с Оксаной еще не успела уроки сделать. Завтра уже с утра съезжу опять в город. Документы остатки отвезу. И потом уже приеду и будем с Оксаной уроки делать. Ладно, все. Всем всего самого хорошего. Я монтирую. Скоро выйдет опять премьера. Катя, дядь, все, пожалуйста. И мне как-то написали, Настя, почему-то стала именно премьеры выпускать. Ребят, мне одна блогерша написала. Я не буду говорить имя, не буду говорить название канала по ее просьбе. Она сказала, когда чаще, чем делаешь премьеры, тем больше подписчиков подписывается. Она всегда свои видео, не просто видео выпускает, она всегда выпускает премьеры. Хоть по сто раз в день, но премьера. И вот я решила так же. Как загрузится премьера, загрузилась премьера, загрузилась премьера. У меня теперь просто видео выходить не будет, а будет премьера. Ну, видите, я стараюсь как бы сразу выпускать. Но буду делать промежуток так, чтобы люди ждали этой премьеры. Поэтому вот так вот будем теперь делать. Надеюсь, что будем набирать подписчиков еще больше. Ладно, все, ребята. Я сейчас домонтирую, выпущу премьеру. Ну, еще не скоро, наверное, выпущу премьеру. И потом лягу спать. Потому что завтра утром после садика я сразу уеду в город. Мне надо на почту, на центральную почту. Там взять кое-какую бумажку. И потом мне надо будет ехать в администрацию. Убери ее, пожалуйста. Подписчики уже не любят нашу Василису. Так что не пихай ее сюда. Ладно, всем всего желаю хорошего. Всем желаю крепкого здоровья. Будьте чуточку добрее. И будет все тогда. Подождите немножко. Я сейчас документы все доделаю. А потом буду все подряд снимать. Уборку, стирку, готовку и все остальное. Если интересно, оставайтесь. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!